Всем привет, ребят! Сегодня я к вам максимально поздно, уже 6 часов вечера, но лучше, как говорится, поздно, чем никогда. Вот, мы только что приехали из магазина на улицу, просто сильнейший ветер, посмотрите на мою прическу, что он со мной сделал. Мы сезли в магазин, купили продуктов, знаете, вот вроде бы ничего не купили, ничего, обычно 450 гривен. Сейчас я вам покажу, что мы купили, я не понимаю, откуда выберутся эти цены. Потом буду готовить ужин, сегодня обычный рутинный день, утром я сегодня проснулась, отсняла видео для вас, что в моем телефоне, сразу же его смонтировала, загрузила. Поэтому, кто не смотрел, вот тут оно будет, переходите и смотрите, так как вы давно меня просили его отснять, и я для вас его отсняла. Фу, блин, просто дома так тепло, я не шагаю, а что-то, что-то все такие красненькие, красненькие. Всем приятного просмотра и хорошего настроения, не болейте, погнали. Кстати, вы мне спрашиваете, где я храню маски, свои маски и патчи я храню на верхней полке холодильника. Тут у меня абсолютно-абсолютно все-все масочки, мои любимые патчи и вот такая вот пузырчестая, пузырчестая масочка. Просто, когда вы храните свои маски и патчи в холодильнике, то свойства от них гораздо больше и пользы от них больше. В общем, давайте покажу вам наши продукты. Так, у нас получилось два вот таких вот пакета, и что же тут в них находится? Первое это масло, потому что у нас масло быстро заканчивается, так как мы жарим часто картошку. Колбаса, небольшой кусочек. Как обычно, Саша берет кетчупы, разные соусы, кстати, этот карри кетчуп очень вкусный. Я знаю, что мивина очень вредная, но она нас настолько часто выручала, что мы взяли еще, еще мивина. Приправа для картошки. И все, первый пакет закончился. Во втором пакете еще приправа, мивина точнее. Белый хлеб, батон. Далее, куриные ножки будем готовить. Следующее у нас куриные бедрышки. Вот такие вот куриные колбаски, они очень вкусные, зажаренные из картошки-пюре особенно. А вот те самые помидоры за 80 гривен, как бы, вот. Это все, это нам хватит буквально на два салата, на два раза. Мивина. И сметана. Все. И спрашивается, вот единственный вопрос. За что 400 гривен? За что? 400 гривен это сколько? Это 1100 или 1200 рублей. Просто ни за что, как бы, блин. Окей, мясо, мясо более-менее нормально. Но все мясо, оно обошлось в 100 гривен. Все остальное, это вот это вот. Я не понимаю, как бы, боже, люди такие цены сейчас делают в магазинах, что это просто... Я не понимаю, мы там еще более-менее не можем себе позволить. Но люди, у которых ограничены какие-то возможности. Вот как они вообще выживают, чем они питаются. Потому что на одной мивине тоже долго не притянешь. А мы ее покупаем для того, чтобы, знаете, когда мы очень много днем снимаем, мы настолько сильно устаем, что нет сил готовить. Поэтому на помощь нам приходит мивина. А так мы ежедневно ей не питаемся. Мы не кушаем ее каждый день на обед, ужин, завтрак. На завтрак, обед, ужин. А просто вот иногда, знаете, там, раз в неделю, два раза в неделю максимум. Поэтому она у нас всегда лежит во втором ящике в запасах. Чтобы, знаете, мы ее так не трогаем. Когда понадобится, мы ее можем взять. Сейчас я буду готовить крылышки. Саша пошел за картошкой и за луком, чтобы сделать салат из помидоров и лука. Вот. Пожарю я крылышки. А на завтра, наверное, сделаю... Хотели взять фарш, сделать котлеты. А фарша нормального не оказалось. Поэтому пойдем завтра за фаршем сходим. Я хочу очень сделать домашние куриные котлеты. Обожаю со сливочным маслом. Вкусно там. Так что все. Я побежала готовить. Вы смотрите, наверное... Не буду вам особо много показывать. Потому что это в каждом своем блоге. Показываю все свои рутинные дела. Но вы говорите, что вам очень нравится. Вам интересно. Значит, вы можете посмотреть. Так что... Побег я. Побег я. Глядим, Саша. Ну, на улице сегодня невероятно холодно. 13 градусов, но ветер ужаснейший. Тучи. Худит дождь, походу, сегодня. Кстати, ребят, смотрите, сколько у нас соусов. Это просто что-то, что-то с чем-то. Это просто жесть. Но они, кстати, все вкусные. Помимо... Сейчас покажу, какой мне не понравился. Вот этот мне не понравился. Пицца, кетчуп. Невкусный. Не берите его. Кстати, вчера жарила вкуснейшие панкейки. Со сгущенкой и с бананами делали. Было невероятно вкусно. Но, к сожалению, я вчера не снимала влог. Поэтому не удалось здесь снять рецепт. Я брала 2 яйца, молока, муки. Делала все на глаз. И сахар. Все это хорошо взмешивала, перебивала. И потом налила туда немножечко подсолнечного масла. На сковородку я масла не наливала. Просто беру с антипригарным покрытием, чтобы ничего не прилипало. Суть в том, что панкейки жарятся не на масле, а на сухой сковородке. В общем, обжариваю их до того момента, пока не появятся пузырьки. Вот такие вот маленькие на панкейках. Переворачиваю их. Они получаются золотистые, красивые, мягкие, вкусные, воздушные. Просто в конце я все складываю. Поливаю сгущенкой, либо любым вашим любимым джемом, соусом. И сбоку кладут бананы. Можно любые ягоды класть. Абсолютно любые. Будет вкусно с любыми продуктами. Поэтому готовьте. Отмечайте меня в инстаграме. А я буду вас репостить к себе. Всегда люблю, когда готовят по моим рецептам. Так приятно. Мне кажется, что даже какую-то душу, знаете, вложила частичку себя в вашу еду. Поэтому готовьте. Ребят, вы меня спрашиваете, как я мариную мясо. Потому что оно у меня всегда получается такое зажаристое, красивое. Первым делом мы берем нашу курицу, либо любое другое мясо. Но сейчас будет рецепт именно для курицы. Я сверху поливаю ее немного подсолнечным маслом. И дальше весь прикол именно в специях. Сейчас покажу, что я использую. Мои самые любимые. Ну, первое это приправа для курицы. Я хорошенько ее посыпаю со всех сторон. Пока курица будет жариться, буду делать салатик. Потом я беру немножко острого карри. Именно карри придает такой пикантный вкус, остренький. И крылышки получаются такими желтыми, благодаря этой приправе. Так, тоже хорошо посыпаем. Но немного, потому что она острая. Ну, в общем, на любителя, кто как любит. И соль. Все по вкусу, как вам нравится. Соленое, не соленое. И хорошо, сейчас будем это все перемешивать, чтобы вся курица у нас оказалась в приправе. И в это время, пока курица будет готовиться, точнее мариноваться, я поставлю разогревать на сковородку. Чтобы она была, знаете, именно такая раскаленная. И когда вы в нее будете забрасывать мясо, чтобы она шкварчала, короче. Так, все, масло залили. Вот такое у нас получается мясо. Сейчас все перемешаем и закинем на нашу сковородку. Все, сковородка разогрелась. Слышите этот звук? Теперь мы берем наше мясо. И все это аккуратненько туда. Замечательно. Берем лопатку или что вам там нравится. И просверляем, чтобы все мясо равномерно прожарилось. Все, масло будет жариться где-то минут 40-50. Во время этого, пока оно будет готовиться, я приготовлю салат из помидоров. И посмотрите, какая сегодня у нас погода на улице. Как пасмурно, не солнечно, очень-очень холодно. И по прогнозу, сегодня должен быть дождь, поэтому будем греться. Все, курица жарится, конечно, так громко. Саша приносил лука, теперь у нас есть немного-много лука и картошки, поэтому можно приступать делать салат. Сот капок и еще один. Это будет еще на второй салат и на третий. Ой, пахнет отлично. Сильно много лука в салате? Нет, нет. Саша любит очень много лука. Картошку, никто не сомневается, меня до сих пор подкалывают. А как можно... Это все он, это все он, это вы его подкалываете, а не меня. Я не понимаю, как можно, типа, не кушать картошку, как можно ее не любить. Все, ребят, мы будем кушать, потому что очень голодные и невероятно хотим спать. Саша уже засыпает. Это просто все связано с погодой. Да, Саша? Все, давай ешь. Ну, кушай. Ладенька, всем, кто кушает, приятного аппетита. Алло, у нас была. Ну что, приятного аппетита. Короче, ребят, сейчас в 2 часа ночи, не обращайте на мою размытую тушь, потому что мы как тогда поели, когда я в последний раз снимала для вас видео, Саша такой говорит, ну, как бы я пойду спать. Я, короче, легла с ним за компанию, и мы проснулись в 2 часа ночи. Мы столько много поели перед тем, как лечь спать, и сейчас хотим опять кушать. Да, Саша? Нет, это ты хочешь кушать. А ты не хочешь кушать? Нет. А кто говорил, что это? Пусть посмотрит мой последний видос, и они все поймут. Масик, ну шутки. Ну шутки. Ну все, у нас поздний ужин, как говорится. Огурчики, картошка, колбаса, салат и бутербродики. Мы спали с 7.30 до 2. Саша на улице вот такой. Пахнет очень вкусно. А ты пробовала этот чай? Нет. Это холодная смородина или что? Это холодные ягоды. Ну что, ребят, доброе утро. Я проснулась где-то минут 10 назад, и хотела для вас влог в ванной и то, что буду делать свои процедуры. Но у нас выбило свет, вообще во всем доме ничего не работает, поэтому не получится сделать то, что я хотела. Я проснулась, сейчас уже часть дня, и мне еще нужно сейчас смонтировать этот влог, чтобы для вас либо сегодня выложить. А уже часть дня, поэтому я сейчас иду это делать. Вот, спалось хорошо. Я поела еще раз, заснула, классно выспалась. О, час 28, еще сегодня мне нужно сделать рекламную интеграцию в инстаграме. Так, ну все, ребят, буду монтировать, потому что сегодня после этого влога, как я смонтирую, я буду опять снимать новый влог. Поэтому все, что будет сегодня происходить, увидите еще раз. Ну, либо же влог будет, либо же сниму что-то для вас разговорное, интересное, какие-то истории со своей жизнью. Так что все, спасибо за то, что вы смотрели. Всем уже до завтра. Всем пока.